Братья и сестры, приветствую вас всех. В моих руках вот такая брошюрка. Я думаю, кто бывает, читает, берет там литературу впереди. Это новые Нивы, которые выпускает Вилли Дик, возглавляет эту миссию. И интересно, за прошлый месяц вот такая брошюра была, приходила. Я смотрел, там была статья одна и фотография. Это где-то в Африке, одна африканская церковь. И там была фотография и история трех женщин, которые посещали церковь, которые любили Господа, которые славили Его, слушали Слово Его. И за то, что они слушали Слово Его, что они не были мусульманами, экстремисты обрезали у них уши. Там фотография была трех женщин, за то, что они слушали Слово Божие, а Господи обрезали им уши. Мы последнюю песню пропели общим пением. «Научи нас среди тысячи слышать голос Твой». Братья и сестры, мое желание сегодня перед нашей молитвой остановить наше внимание на одном стихе. Это Марка, 4 глава, 9 стих. «Слова Господа, кто имеет уши слышать, да слышит». И еще прочитаем Евреям, 2 глава, 1 стих. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Интересно, «имеющий ухо слышать, да слышит». Знаете, эти слова Иисус произнес неоднократно. Несколько раз мы находим, 8 раз мы находим, эти были слова сказаны в Евангелиях. 8 раз мы находим эти слова, которые говорит Иисус, имеющий уши слышать, да слышит. Мы находим их в Откровении Евангелия и Иоанна. Все эти случаи, знаете, они напоминают нам, что недостаточно иметь уши, мы все их имеем, да. Нужно их использовать, наши уши нужно использовать, да. Вот в этой притче, в этой главе, в Евангелии Марка, 4 глава, в контексте этого стиха 9, да, Христос приводит притчу о сеятеле, который вышел сеять на 4 различных вида почвы, да. И Иисус сравнивает здесь уши с землей, то есть Он говорит о сеятеле, который вышел сеять семя. И мы видим, что семя здесь символизирует Слово Божие, а почва, она символизирует наши уши. То есть, как бы прообразно мы можем представить вот то, о чем говорит здесь Господь. И вот эти 4 вида почвы, на которые упадает Слово, упадает это семя. Одни уши словно утоптанная земля, утоптанная дорога. Я думаю, что кому-то из вас приходилось быть на таких дорогах, когда это не асфальт, это не канкрит, по которому мы ходим, сайдвокс. Это земля, которая укатана. И я помню, даже были такие моменты, где дорога вдоль поля укатана до такой степени, что она аж блестит. И вот семя попадает на такую почву. Написано, что уши словно утоптанная дорога, они невосприимчивы. То есть, это семя невозможно, чтобы оно было проросло или как оно просто лежит. И, естественно, оно погибает, потому что его, может быть, клюют эти семена птицы. У других уши, они как каменистая почва. Там, где преимущество камней, а совсем мало земли. И вот там слово, которое падает туда, оно не дает корней, оно не может прорасти, потому что там недостаточно почвы, недостаточно тех условий для того, чтобы это семя могло прорасти. Знаете, у кого-то уши похожи на тернии, слишком много заросло. Вы когда ему садили среди сорняка, среди бурьяна хорошее семя? Мы знаем, что для семени нужно хорошее условие. Но когда мы садим его среди сорняка, или сорняк преимущественно растет, и мы забываем о семени, то он заглушает. Он заглушает, и вот те, которые слушают, и там, когда попадает семя вот в такие условия, оно не дает ему шанса прорасти, потому что все эти сорняки, эти колючки, они заглушают то семя, которое растет, которое должно расти. Но есть и те, у которых уши слышат. Это добрая, это распаханная почва, это удобренная земля, там нету сорняка, там нету камней. И вот в таких условиях, на такой почве, мы видим, что оно воспринимается, оно растет, оно дает свой урожай. Христос приводит вот эти четыре вида различной почвы, сравнивая их с нашим слухом, с нашими ушами. Заметьте, что во всех четырех случаях семя одно и то же, и сеятель тот же. Отличие не в том, кто приносит весть, и отличие не в том, кто несет эту весть, потому что семя одно и несущий семя один и тот же, а различия, различия в слушателе. И если подсчеты вот в этой истории верны, то три четверти населения земли, они не слушают Божьего голоса. Они слышат Слово Божие, но они его не слушают. По какой причине? Могут быть разные причины. По причине неожесточения сердца, может, по причине неглубокой духовной жизни, духовного уровня человека, или, может, беспокойного разума, когда человек мечется, ищет чего-то, не может найти себе той среды, в которой мог бы остановиться, как-то задуматься над Словом Божиим. То есть различные условия. То есть 75% людей упускают важнейшую весть. Дело не в том, что у нас нет ушей, что мы не слышим. У нас, слава Богу, никому не обрезали. У нас у всех есть уши. А проблема в том, что мы их неправильно используем. Писание всегда уделяет огромное значение и внимание слышанию Божьего голоса. Знаете, великие заповеди Божьи, которые данные были через Моисея для народа израильского, они всегда начинались со слов «слушай, Израиль». «Слушай, Израиль». Господь Бог наш, Господь един есть. Это Второзаконие, 6 глава, 4 стих. То есть всегда, когда начиналась великая заповедь для народа израильского и для нас, звучат слова «слушай, Израиль». И в этой притче, даже в Марка, 4 главе, 3 стих, мы читаем, что Господь говорит «слушайте, вот вышел сеятель семя». Знаете, в Ветхом Завете мы находим, что Неемия и народ получили повеление, потому что их уши были преклонены к закону Божьему. Написано в Неемии, 8 главе, 3 стихе, «уши всего народа были преклонены к книге закона». И когда мы читаем это повествование, эту историю, мы находим, что народ был настолько открыт к слышанию слова, потому что они так давно уже не слышали, что они умеряли сердцем, они плакали, когда слышали слово из закона. «Уши всего народа были преклонены к книге закона». А в книге «Притч», 8 глава, 34 стих, есть удивительное обетование Божие, которое звучит так. «Блажен человек, который слушает меня». Там идет повествование в этой главе, в книге «Притч» о мудрости, о мудрости, которая говорит, как это все творилось, как все делала она, как прекрасно все созидалось. И в конце говорит вот этими словами «Блажен человек, который слушает меня». Иисус побуждал нас и побуждал учеников своих всегда слышать, потому что как овцы слушают пастыря своего, он говорит, так и мы должны слушать нашего Господа. Овцы слушают голоса моего, овцы за ним идут, потому что знают голос его, потому что слышат его, потому что различают голос пастыря своего. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. В книге «Откровения» в каждой из семи церквей звучит один и тот же призов, звучит одни и те же слова, которые говорят таким образом «Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам». Повторяется еще и еще раз, в каждой церкви «Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам». Знаете, наши уши, в отличие от глаз, они не имеют век, они не имеют створок, который могли бы закрывать. Но, знаете, как удивительно и порой иногда, может быть, плачевно, то, что мы закрываем наши уши для того, чтобы слышать. Знаете, у меня есть такая вот проблема личная моя, да? Я когда нахожусь в обществе, и кто-то посторонний человек, с которым нужно познакомиться, я могу познакомиться, он скажет свое имя, но буквально через какое-то определенное время я начинаю вспоминать, как имя человека, я не могу вспомнить. Потому что, может быть, не сосредотачиваешься для того, чтобы запомнить, а машинально просто познакомился, и я не могу вспомнить. Приходится вторично спрашивать человека его имя. Знаете, может быть, мы находимся сегодня здесь, и каждый находится здесь. Физически, да, мы находимся здесь в церкви, но бывало у вас такое, что мы отсутствуем здесь. Мы где-то находимся. Может быть, это строитель, он размышляет о скафолдах, чтобы там ветром не снесло. Он представляет себе, как это там все происходит, если на улице стихия. Или, может быть, на траке кто-то едет, созерцает окружающий. То есть мы, находясь здесь, физически, мы духовно, то есть в душе своей, душой мы не здесь, мы вообще отсутствуем. Мы не присутствуем в собрании. И тогда, когда мы как бы себя сами поймаем на этой мысли, мы поняли, что тот, кто говорил, и тот, кто перед нами стоит, он как бы выпал вот в этот период времени. То есть наш слух, наши уши, они не слышали. И еще есть один удивительный пример из Библии, когда Пилат, тот тоже ничего не слышал. Знаете, его предупреждала жена. Его предупреждала жена, не делая ничего праведнику сему. Но удивительно, что Пилат находился в своей комнате, находился, и перед ним было само слово жизни, которое провозглашало, кто от истины, тот слушает меня. Что удивительно, что Пилат, у него был избирательный слух. Он делал выводы, что слушать. И когда мы находим, что перед Пилатом стояло само слово жизни, перед ним стоял сам Бог, и в то же время стоял перед ним плотник, и он слышал голос, и он сделал выбор. И написано, что и крик, и превозмог крик их, превозмог крик народа. То есть, Пилат прислушался голосу народа. Мы находим, что в конце концов, Пилат склоняется к мнению той толпы, которая стоит перед ним, и слух его был закрыт к слышанию слова, которое говорил ему Христос. Потому что всякая вера, которая должна возрасти у человека, она отслышания. Отслышание от слова Божия. И поэтому нам автор послания к евреям пишет вот эти слова для того, чтобы нас как-то направить, чтобы наш слух был открыт к восприятию слова, которое говорит Господь. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Пусть Господь благословит нас, чтобы наши уши, они были для того, чтобы слышать Слово Божие, чтобы воспринимать то, что будет сказано. Пусть Ему будет слава, пусть Ему будет хвала в нашей жизни. Аминь. Помолимся.